Здравствуйте, дорогие друзья! Мы с вами на канале «Радость моя». Я постараюсь ответить на вопросы, которые вы присылаете на наш сайт «Закон Божий». И сегодняшняя тема касается очень злободневной проблемы – это секты и сектанты. В нашем крае очень активны сектанты. Ходят по домам, на улицах суют свои книжки. Ходят они парами. На мой гнев нагло ухмыляются. Вчера не выдержала, позвонила в милицию с просьбой приструнить этих адептов. Наряд приехал, но сектанты успели укатить. Права ли я была, не был ли мой поступок глупостью? Имеют ли право сектанты приставать гражданам на улице вовлекать в секты? Есть ли у нас законы, запрещающие подобные действия? Нет, к сожалению, подобных. Законов у нас нет. И не знаю, можно ли их придумать. Ведь если некая организация религиозная зарегистрирована, есть определенные ограничения, но вот если она всем этим ограничением удовлетворяет, значит, ее должны зарегистрировать. Значит, они на законном основании будут ходить по улицам. И единственное эффективное противодействие сектантам – это наша определенная, осмысленная, яркая православная вера. И в том, что существуют секты, это значительная доля нашей вины, нашего маловерия, наше незнакомство с православным вероучением, наша леность, наша неготовность свою веру доносить до окружающих, но только не как сектанты, а вот по-церковному, по-настоящему с любовью, как апостолы шли. Ну вот мы оказываемся несостоятельными. И вот как всегда в любой такой трудной ситуации нужно прежде всего оглянуться на себя. И дай Бог нам всем как-то возрастать и духовно, и интеллектуально, и укреплять свою веру, и свое знание о вере, чтобы мы могли активно все противостоять сектам. Тогда их и не будет. Что делать, если столкнулся с царебожниками или борцами против ИНН? Стоит ли нам объяснять, что их позиция неправославна? Или лучше просто игнорировать? Тяжело слышать, как они хулят в церковь, в священначале и святых, продвигая свои странные идеи, спрашивает раб Божий Александр. Вы знаете ли, ну вот есть такие слова Христовы, не мечите бисер перед свиньями. Вот есть люди, которые не будут вас воспринимать, просто не будут и все. И обратясь на вас и набросятся. По словам спасителя. Да, к сожалению, есть какие-то искаженные представления о царе-мученике, как какому-то спасителе, что совершенно не соответствует ни его подвигу, ни православному вероучению. Есть борцы против ИНН. Вот почему против ИНН борются, а против, допустим, проездного билета, особенно если это какое-нибудь там пенсионное удостоверение, которое позволяет бесплатно проходить в транспортные средства, не борются. Или против там карточки банковской, по которой деньги можно получить. Или там против телефона, это же тоже электронное устройство. Вот какая-то избирательность такая. Вот налоги платить не будем, а все остальное получать будем. Значит, это явно какое-то нездоровое проявление, которое от массы причин, забитые люди какие-то, не сложившиеся судьбы, какие-то неудачи в жизни, может быть, безработица. А вот сектанты там как-то подобрали, помогли. И опять-таки это укор нам. А почему не мы подобрали? Почему не объяснили? Почему мы не донесли? Для людей такой здравый взгляд на вещи. Так что это проблема, которая стоит перед нами, вот перед верующими, членами русской православной церкви, которые должны доносить до своих несчастных, может быть, соотечественников, церковный взгляд. Вот дай Бог нам быть на высоте нашего призывания. Свидетели Иеговы говорят, что в Священном Писании ничего не сказано о любви к Отечеству, что наша церковь не права в том, что участвует в патриотической деятельности. Сердцем я чувствую, что они неправы, но возразить по существу не могу. Спрашивает раб Божий Тимур. Вы знаете ли, может быть, в Священном Писании и не так много говорится о патриотизме, потому что не было нужды, как можно было быть тогда непатриотом. Это тебя просто сожрут. Все сожрут. Вот твой государство, твой народ, тебя вместе с ним. Или если ты не хочешь жить в своем государстве, ты можешь уйти, но там на чужбине ты будешь изгоем. А сейчас все переменилось. Сейчас мы все толерантные, сейчас мы все можем границы пересекать, везде, так сказать, одинаково. И вот, но законы как бы остаются прежними, сильные, обижает или поглощает слабого. Если ты не будешь защищать свою родину, значит, у тебя не будет родины, а может, у тебя самого не будет. Вот поэтому нам надо говорить о патриотизме. Заметьте, в Древней Руси тоже не так уж много, говорили о патриотизме, потому что не надо было. Но что касается священного писания, есть, там есть. В книге, например, Неемии, он прямо говорит о защите родины. Если поискать, книга Маковейская, она вся о защите веры и родины. Так что это неправильно. Идея защиты отечества всегда была, так сказать, очень острой и остро стояла. Но просто тогда была другая психология людей. Все понимали, что отечество надо защищать. Иногда надо было просто воодушевить людей, поднять вот всех, как одного человека. Но тогда ситуация просто была совсем иная. А сейчас вот быть патриотом, это все равно, что быть ретроградом. Патриот превращается в какое-то, как бы, такое негативное слово. К сожалению, это совершенно неправильно. Вот нам нужно воспитывать в себе очень такой уравновешенный, одухотворенный патриотизм. Легко выразиться, выразиться в какой-то шовинизм. Нет, этого не должно быть. Там национализм, этого не должно быть. Но любовь к своему отечеству, любовь к родному пепелищу, любовь к отеческим гробам, это признак великодушия. Вот дай Бог, чтобы оно у нас развивалось. Дорогие друзья, прощаюсь с вами. Желаю вам всего доброго. Прошу вас, присылайте ваши вопросы на сайт Закон Божий. Господь да благословит вас во всех ваших добрых делах. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин